С 11 мая в России начались ежемесячные выплаты пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер помощи в каждом случае индивидуален и зависит от среднедушевого дохода, который не должен превышать сумму прожиточного минимума на одного человека. На что могут рассчитывать малоимущие семьи Карачаева-Черкесии, выяснял наш корреспондент Артур Мхце. Жительница аула Малозеленчук Ильза Братова – мама четверых своих детей. Еще семь десятков малышей она как педагог воспитывает в дошкольном учреждении. Условиями проживания не жалуется, но, говорит, для большой семьи любые финансовые поступления лишними не будут. Поэтому, узнав о новой ежемесячной адресной выплате от государства на детей от 8 до 17 лет, решила подать заявку через портал госуслуги. 1 мая подала заявку. Я удивилась, сразу же мне пришло, что заявка принята. И третьего числа мне пришло уведомление, что мне одобрили выплату на 100% на старших детей, на Алима и на Амину. Мне одобрили выплату на 100%, то есть по 12 тысяч на каждого ребенка я получаю. Вчера, буквально вчера, мне пришли выплаты на обоих детей за два месяца. Младшему из детей семьи Братовых Ибрагиму всего три года. Однако он с интересом изучает медицинский справочник о лекарствах. Родные говорят, что врач в семье всегда пригодится. Старший Алим мечтает стать программистом. У каждого свои интересы. Возможно, понадобятся дополнительные школьные принадлежности, развивающие игры и многое другое. А потому предоставляемая помощь будет как нельзя кстати. И очень хотелось бы выразить благодарность президенту нашей Российской Федерации за помощь многодетным семьям, за такие выплаты, за то, что помогает. К слову, Пенсионный фонд России приступил к приему заявлений на получение пособий на детей от 8 до 17 лет с 1 мая. В Карачао-Черкесии этим правом воспользовались более 15 тысяч семей. На сегодняшний день уже рассмотрены и одобрены около 2,5 тысяч заявлений, по которым с 11 мая начали поступать выплаты сразу за два месяца – апрель и май. Выплата устанавливается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьям, где средний душевой доход ниже прожиточного минимума на человека. При этом оба родителя имеют заработок или объективные причины его отсутствия, и имущество семьи соответствует требованиям, установленным в законодательство. Родители имеют возможность обратиться за адресной помощью до 1 октября текущего года. Срок рассмотрения заявления составит 10 рабочих дней. Если для ответа потребуется дополнительное время, обратившийся за помощью получит уведомление о продлении срока. В Карачаево-Черкесии размер пособия будет составлять от 6 до 12 тысяч рублей. В случае, если гражданам требуется консультация специалистов пенсионного фонда, они могут позвонить на телефон горячей линии 8 800 600 02 91 в рабочие дни с 8 до 17 часов. Артур Махце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.